ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ Говорят, что это решение связано с операцией против рабочей партии Курдистана. В заявлении администрации губернатора говорится, что комендантский час был введен из-за проблем безопасности во время операции против РПК и на неопределенный срок. В Армении за сутки зарегистрировано 596 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении НИС.ИМ сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Республики. В общей сложности на утро 5 июня в стране зарегистрировано 11 817 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 8052 лица. Заднее них число увеличилось на 664. Вызровели 3513 человек, 14 за последние сутки. Скончались 183 пациента, 7 раза последние сутки. Еще один гражданин с коронавирусом скончался по формулировке властей из-за иных заболеваний. Общее число таких случаев 69. Таким образом, общее число смертей достигло 252. Бойцы формирований, поддерживающих базирующийся в Триполи правительство национального согласия, Ливия объявили в среду, что вернули новый контроль над международным аэропортом ливийской столицы. Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи, говорит Аль-Джазиро слова представителя этих формирований. По его словам, это удалось сделать в ходе наступления на бойцов ливийской национальной армии, удерживающих аэропорт. В соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как вооруженные бойцы на пикапах ездят по территории аэропорта, мимо взлетно-посадочных полос и давно выведенных из строя пассажирских самолетов. Аэропорт не работает с 2014 года. В прошлом году аэропорт захватили бойцы ливийской национальной армии халифы Хафтара. 12 российских бронетранспортеров прибыли в северо-восточную сирийскую провинцию Маликия, провинции Хаска. Над этим несколько дней летают два российских вертолета. Об этом пишет сирийская оператория по правам человека и Лондона со ссылкой на свои источники. Источник сообщает, что в северо-западной деревне Яссар-Дип, а в Маликии строится новая российская военная база. Упоминается, что несколько дней назад российские войска установили несколько радаров на школу этого села. Следует отметить, что у США была авиабаза в Хаске до 2019 года. Авиабаза принимала вертолеты и самолеты коалиции в октябре 2019 года. Параллельно с выводом войск из Сирии, Соединенные Штаты уничтожили авиабазу и ее взлетно-посадочную полосу. Всемирный день окружающей среды установлен ООН и ежегодно отмечается 5 июня. И является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политические интересы, соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. Об этом напоминает Calend.ru. Человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и предоставляет ему возможность для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития. Оба аспекта окружающей среды, как естественные, так и созданные человека, имеют решение, значение для его благосостояния и для осуществления основных прав человека, включая даже право на саму жизнь. Праздник был поразглашен в 1972 году на 27-й сессии Генассамблеи ООН. Резолюция номер 2994 от 15 декабря 1972 года. Датой проведения выбрана 5 июня, день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. Фильм совместный армянского, бельгийского и французского производства «Если настигнет ветер», режиссер Энор Мартиросян включен в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля «The First Futures», как передает Армен Пресс. Об этом сообщает Союз кинематографистов Армении. В сообщении говорится, что президент фестиваля Пьер Люксор и директор Тири Фремо объявили в прямом эфире результаты официального отбора конкурсных фильмов в кинофестивале. Армянское участие в фильме в лице Национального киноцентра Армении составляет 43 миллиона драмов. В результате исключительной профессиональной работы в кинопроизводстве приняла участие и Евримаш, членом которого является Армения. Этот уникальный успех был достигнут в результате долгой, кропотливой и серьезной профессиональной работы. Как армянские, так и другие продюсерские команды, участники провели огромную работу, хотя и фильм «Если настигнет ветер» – первый полнометражный фильм Нора Мартиросян. Однако ее имя уже известно в мире. Ее фильмы «Сквозной ветер» и «1937», включенные в коллекцию Центра искусств «Помпиду», отмечаются в сообщении. Фильм «Если настигнет ветер» – об Арцахе. Крупномасштабные съемки были проведены в Арцахе в работах по созданию фильма, задействованные командой творческой и технической поддержки из Армении. Каннский фестиваль должен был состояться в мае, однако из-за пандемии коронавируса он был отменен. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Сахак Сахакян» и «Миэль Лрэк». Каннский фестиваль «Сахак Сахак Сахар» и «Миэль Лрэк». Каннский фестиваль «Сахак Сахак» и «Сахак Сахак» и «Миэль Лрэк». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.